всем здравствуйте я всех приветствую на своем канале своих любимых дорогих подписчиков и тех которые первый раз ко мне зашли на канал сейчас будет онлайн расклад для женщин и тема будет такая готов ли он измениться ради меня на какие жертвы он готов пойти ради меня одна моя подписчица написала мне чтоб я сделал такой расклад давайте посмотрим что нам будут говорить карты я буду выкладывать 6 карт 6 топок по три карты в каждой вам нужно будет всего лишь выбрать одну стопку загадать своего любимого человека представить его мысленно образ его приложить к одной из этих стопок и мы посмотрим итак первая стопка готов ли он пойти на жертвы ради вас 2 стопка готов ли он пойти на жертвы ради вас 3 стопка ради вас 4 стопка 5 стопка ну и 6 стопка выбирайте одну любую стопку чисто интуитивно и будем смотреть все выбрали тогда смотрим кто загадал первую стопку готов ли ради вас он пойти на жертвы вы знаете да да он готов почему он не может сделать сейчас почему он не делал этого раньше потому что была какая-то безвыходная ситуация он запутался он и сейчас находится в непонимании вообще что происходит а от того что он запутался или так скажем запутал вашу с ним ситуацию вы оба страдаете вы находитесь в трехугольнике вы никак ситуацию вашу совместную распутать не можете но он готов пойти на жертвы потому что старший аркан смерть говорит о том что трансформация изменений могут быть он устал вы устали другая женщина тоже устала да да на вопрос готовлю он пойти на жертвы да он готов и меняться он тоже готов единственное чтобы я вам еще посоветовала бы помогите ему направьте его на путь истинный истинный покажите ему вот этот свет в конце туннеля чтобы он уже шел на этот просто свет потому что знаете он запутался бедного знаете когда котенок начинает играть с нитками да он сначала он там он начинает заматываться это сначала для него игра когда он весь уже обмотался вот этой ниткой он уже визжит просто помогите кто-нибудь распутайте меня уже или я сдохну вот у него такая же ситуация как тот же котенок который запутался поэтому помогите ему подтолкните его но он он да он готов пойти ради вас на многое дальше кто загадал вторую позицию итак готов ли он измениться ради вас готовлю он пойти на жертву вы знаете честно говорю здесь очень немножко двояко потому что с одной стороны он готов а с другой стороны он не готов такое ощущение как будто но не все зависит от него вот эти вот жертвы нужны ли ему он сидит и думает ну а что изменится но не от меня же все это вот многое зависит да ну вот если было бы от меня но я бы сделала первый шаг он иногда в порыве до хочет а потом него эмоции чувства и планы которые у вас там совместные какие-то или его какие-то планы или только ваши планы что-то все-таки рушится или же это все-таки остается эти планы на уровне вот этой иллюзии розовых очков розовых облаков и вашей такой знаете сказочной сказочных грез потому что он с одной стороны готов а с другой стороны нет эмоции 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 переполняют и он думает так нет что-то мне по-моему это сейчас делать не надо о а я сейчас там типа сейчас только ошибок наделаю нет лучше надо приостановить мне это дело ничего из этого хорошего не выйдет из наших отношений ничего интересного не будет вот эта семерка кубков его останавливает что-то несбыточной надежды что ничего хорошего не будет зачем я должен идти на жертвы вот так вот у него психологические какие то есть такие некие проблемы понимаете не знаю что хороший психолог может он хороший манипулятор но очень интересно как он думает обо всем потому что он не уверен у него 50 на 50 стоит ли идти на жертву или же нет дальше кто загадал третью позицию готов ли он вы знаете вот смотрите мне такое ощущение что не совсем он готов но он же держит марку он типа император он уж мужик у нас правильно кто в доме хозяин его в доме хозяин и муж лишний раз надо показать что как я захочу так и будет да она какие жертвы я должен идти то есть понимаете здесь все зависит от него вот вам нужно аккуратно просто подвести к нему вот вот да вот свою свой вопрос то что вы хотите от него то что вы ждете от него так подойдите к нему аккуратненько по головке погладь не за в лобик поцелуйте дусь аккуратно подъедьте к нему и тогда он пойдет на жертву на те которые вы хотите меня такое ощущение что здесь а вот те кто будет выбирать третью позицию здесь мужчина скорее всего женой и с ребенком почему-то и знаете здесь тоже если вы ждете от него каких-то действий здесь даже по большей степени много много берет на себя его супруга она рулит отношениями понимаете и он бы и рад все это бросить уйти к вам да он не может да вот не может после я такую позицию здесь тоже вижу он не может какие вы от него ждете действия скажите ему скажите чтобы он услышал чтобы он понял что что вы хотите от него вот поэтому если что-то хотите аккуратно к нему подъедьте колесница император по подъедьте к нему аккуратненько скажите ему также если как вариант если вы например живете в другом городе и вы хотите чтоб он к вам приехал скажите ему об этом он должен знать потому что он не знает чтобы от него конкретно хотите может быть этот мужчина сейчас тоже на данный момент чтобы приехать к вам должен какие-то дела свои до оставить должен что-то остановить тоже как не вариант поэтому с одной стороны он и готов а с другой стороны есть то что от него не зависит уже человек император это может быть руководитель большая компания да там большой кабинет и должность высокая от него очень много зависит даже как вариант что он себя таким тоже строит может вообще никто да где-то я не знаю работает таксистом но он из себя строит вот этого императора поэтому нужно потихонечку аккуратненько к нему подъехать так скажем и по-женски по мудрому он может пойти на вот эти вот изменения ради вас на жертву ради вас но он должен понять и ради чего на что он идет вы понимаете в чем смысл этот мужчина не так не этой это не стой категории мужчин который безбашенность а и пошел сделал нет он должен сто раз подумать у него еще такой характер ты не знаешь на какую козе к нему подъехать еще чтобы он не обиделся чтобы очень послал здесь нам нужно быть аккуратно жертву может пойти если вы умная мудрая женщина он на жертвой пойдет но сделайте это все красиво по-своему понимаете мужчина надо управлять всегда всем говорю надо красиво умным мужчинами управлять и будет тогда счастьем так четвертая позиция готов ли он измениться нет 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 еще раз нет сто процентов потому что у вас постоянно с ним все по кругу идет по кругу он вам дают обещание вы даете ему шанс уже там я не знаю миллионные какие-то и опять все папа по тоже и опять все по той же потому что никак для себя выбрать не может он даже не знает а как может быть иначе потому что не вот эта пластинка заезженная по одному и тому же репертуаром к вам все ходит ездит разговаривает и так далее вы что-то от него все ждете ждете он вам ничего предложить не может поэтому нет никакого шанса на что-то какое-то изменение какие-то на жертву какую-то есть вообще не вижу мужчина тоже не знает как можно что-то можно изменить окажется своей жизни да а как это вообще делается он тоже не знает что по тем и ждете так так что вообще он не готов и не знает как это вообще ну хотя бы подскажите тогда ему что элементарно как уходит например до от прошлых отношений научите наверное бы чтоб он тоже сделал этот шаг тоже не знаю тоже как этот шаг сделать так дальше так пятая позиция готов ли он к изменениям ради вас на какие жертвы он готов да этот мужчина готов он телится долго тем более что знак зодиак король пентакли он может быть тельцом козерогом или девой мужчина действительно он вот в но в наш вот как женщина 9 месяцев носит ходит вот с этим да да с ребеночком а потом идет уже все рожать уже других сил нету да здесь тоже самое он так долго носят в себе он там телится телится все все за и против сто раз подумай да ну 7 раз надо отмерить ему что по 1 отрезать у него и жена и любовница ой боже мой как там я сейчас если разведусь она же у меня пол дома заберет а как я уйду куда я уйду к жене ой господи как любовница с одним чемоданчиком а вдруг она меня тоже выгонит то есть этот мужчина он все хорошенечко взвешивает он давно вот это все тянет и вот эти игрульки и женой с вами у него вы уже устали от этого кстати тоже от этого уже устал что это это длится уже не знаю сколько лет но карта башня вы знаете мне такое ощущение что уже происходит вот это вот разрыв в отношении кризис в отношениях ссоры люди расстаются он расстается или же со своей супругой или же своей женщиной то есть хочешь не хочешь ситуации вот так так скажем подставляет на тот путь да уже вот ну как бы уже хочешь не хочешь ты примешь решение потому что по-другому никак одна здесь женщина уже наверное все таки понимает что мне уже как-то это все надоело если никак решиться не может ну тогда я поставлю точку и все будет понятно то есть сама ситуация сама ситуация приводит его в жертвы так что да да ждите ждите мужчина скоро будет но с одной женщиной он был до этого с двумя будет теперь с одной потому что дотянул уже так бы как бы да дотянул так дальше так 6 позиция у нас готов ли он к изменениям ради вас на какие жертвы он готов ради вас с одной стороны готов а с другой стороны нет если на кону стоят большие деньги имущество документы бумаги брак развод то ему дается это очень сложно да чтоб рискнуть всем этим и чтобы никто не пострадал ему дается очень очень тяжело но он готов он готов пойти на риск потому что я не знаю ситуация видать у него жизни сложная когда уже просто его я не знаю или к углу уже припираю до к стенке или когда он уже сам просто уже просто ну других сил нету надо что-то решать уже сколько можно все это тянется тянется уже это как-то всем надоело может быть вы ему поставили ультиматум знаешь что типа дорогой или мы женимся или до свидания все я сказала и он уже думает но все он да уже к стенке приперли меня за 10 лет 10 лет отмигнулся я как-то да но все же теперь приехали называется скорее всего да он уже и сам как бы поспел так скажем созрел для того чтобы уже до пойти на ту жертву чтобы жениться на вас или так скажем бумаги документы имущество положение купить что-то да если у вас там уже пятеро детей вы все в однокомнатной квартире вы все ему никак не допросить не допроситесь пока он уже квартиру побольше купит и вы уже сказали знаешь или я ухожу с детьми или давай решайся и он уже думает нет надо как-то жил площадь все таки наверно побольше уже покупать как вариант также правосудие я не знаю что за жертва радит вас там может быть он готов развестись с кем-то там свои с прошлой с прошлыми отношениями там . уже до разрулить все это своей женой и уже как-то определиться с вами да в прямом смысле это он готов пойти на жертву готов с горе пополам честно говоря мне сразу но готов вот такой был расклад подумайте сделайте выводы и и будьте счастливы пусть у вас в жизни будет все хорошо пусть мужчины ради вас готовы будут абсолютно на все хоть знаете как звезду с неба достать или луну я желаю всем всего хорошего всем моим девочкам красавицам будьте счастливы чисто по-женски всех люблю всех обожаю спасибо